Субтитры создавал DimaTorzok Иисус, жив после своего последнего послания, на глазах у своих учеников Иисус вознесся на небеса. Я уверен, будь мы там в это же время, мы были бы ошеломлены не меньше учеников, которые смотрели, как Иисус становится все выше и выше. Они увидели, что ноги Господа Иисуса уже не касаются земли. И Он мягленно, но верно, возносится на небеса. Он поднимался все выше и выше, пока облака совсем не скрыли Его из виду. Пока ученики напряженно смотрели в небо, рядом с ними появились два человека в белых одеждах, которые сказали им, мужи галилейские, а что это вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо. Этот стих дает мне уверенность, свидетелями вознесения Господа Иисуса на небо были Его ученики. Значит, и свидетели возвращения Господа Иисуса с небес, за Своей церковью, тоже будут Его ученики. Господь Иисус говорит в Евангелии от Иоанна, 14 главе, с 1 по 3 стих. Есть такие слова. «Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в Меня веруйте. В доме Отца Моего обителей много, а если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить вам место, и когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были там, где Я. Это послание Господа Иисуса для Его учеников. Поэтому, если мы тоже хотим быть восхищенными, нам нужно быть учениками Господа Иисуса. Ученики Господа Иисуса – это те люди, которые живут так же, как жил Он. Когда мы живем так же, как жил Он, мы преображаемся в Его образ. В послании к римлянам, 8 главе, 29 стихе, сказано следующее. «Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братьями». Так что наша цель, как верующих, преображаться в образ Господа Иисуса. Когда мы вступали в 2021 год, Господь сказал, что этот год будет годом искренности. Вам нужно быть искренними людьми, которым верят. А это означает, что мы говорим и делаем то, во что верим, то, что соответствует истине Слова Божьего. Поэтому нам нужно быть честными и искренними перед Богом. Так вот, пример искреннего человека — это Сам Господь Иисус. Он поистине искренняя Личность. Быть учеником Иисуса значит быть искренним человеком, не лгать и не обманывать. Господь Иисус требует от нас быть искренними людьми, теми, в ком нет лукавства. Помните, Нафанаил? Была такая Личность. Мы должны быть такими, потому что Его Второе Пришествие уже очень и очень близко. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok В послании к евреям в 7 главе 25 стихе сказано «Посему и может всегда спасать приходящих через Него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за Них». Господь Иисус на небесах — это наш ходатай. Это означает, что Он всегда молится за нас, чтобы мы приняли Его совершенное спасение. И говоря о спасении, нужно отметить три Его аспекта. Первый — спасение можно потерять. Второй — можно быть едва спасенным. Третий — есть совершенное спасение. Верующий может потерять свое спасение. В Евангелии от Матфея 7 главе с 21 стиха «Сказано так, не всякий, говорящий мне, «Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного». Многие скажут мне в тот день, «Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, и не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили?» И тогда объявлю им, «Я никогда не знал вас, отойдите от Меня, делающие беззаконие». И это предупреждение для всех, служащих Богу, всех, кого использует Бог. Нельзя использовать служение, которое Бог дал, чтобы славилось Его имя для собственной славы, для собственной выгоды и для своей собственной популярности. Все это может привести к тому, что мы потеряем свое спасение. Так вот, к примеру, ученик, который потерял свое спасение, это Иуда. Иуда долго следовал за Иисусом. В Евангелии от Луки, в 9 главе, с 1 по 6 стих, говорится, что Иуда, вместе с другими учениками, совершал чудеса, исцелял людей, однако он решил уйти от Господа, и в итоге он потерял свое спасение. Можно быть едва спасенным. Первое послание. Коринфянам, 3 глава, с 10 по 15 стих. Тут говорится, что мы строим свою жизнь на основании Иисуса Христа. Вопрос в том, какие материалы мы с вами используем, когда строим свою жизнь? Используем ли мы золото, серебро и драгоценные камни, или же дерево, сено и солому? Дело каждого из нас обнаружится в день Господень, когда оно будет испытано огнем. Если дело устоит, значит, человек строил из золота, серебра и драгоценных камней, и он однозначно получит награду. Но и наоборот, если дело сгорит, из-за того, что в нем использовались дерево, сено и солома, человек потерпит убытки. Он будет спасен, но как бы из огня. Это означает, что он будет едва спасен. Если человек едва спасен, это означает, он лишается награды или приза. Во-вторых, у него низкий статус на небесах. В-третьих, он утратил шанс служить и править на небесах. В-четвертых, он утратил славу и почет перед Богом. Я хочу призвать вас быть внимательными к своему служению. Это включает в себя и вашу личную жизнь. не будьте небрежными христианами и тогда получите свою награду на небесах. Господь Иисус ходатайствует за нас на небесах, чтобы мы получили совершенное спасение, а не потеряли его. Или же были едва спасены, как бы из огня. Чтобы то, о чем молится Господь, осуществилось, нам нужно следовать сказанному во втором послании Петра. Это первая глава. Стихи с пятого по одиннадцатой. «Вы», сказано тут, «прилагая к сему все старание, слышится, прилагая все свое старание, покажите вере вашей добродетель, то есть делайте добро. В добродетеле рассудительность, в рассудительности воздержание, воздержание, терпение, терпение, благочестие, в благочестии братолюбие, а в братолюбии покажется любовь. Если это в вас есть и умножается, вы не останетесь без успеха и плода в познании нашего Господа Иисуса Христа, тогда вам будет обеспечен вход в вечное царство нашего прекрасного Господа и Спасителя Иисуса Христа. А это означает, мы получим совершенное спасение. Итак, покажите в добродетеле рассудительность, в рассудительности воздержание, воздержание, терпение, терпение благочестие, в благочестие покажется братолюбие, а в братолюбии любовь. Аллилуйя! О, Аллилуйя! О, Аллилуйя! 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 Последнее послание Господа Иисуса к Его ученикам записано в книге Деяний. В первой главе, восьмом стихе. «Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете Мне свидетелями в Иерусалиме, и во всей Иудее, и Самарии, и даже до края земли». После этого послания Господь Иисус вознесся на небеса. А что делали Его ученики? Они пошли в Иерусалим и собрались в Верхней Горнице. Они сделали так, потому что Господь Иисус попросил их не покидать город Иерусалим, поскольку они должны были принять силу свыше. Господь Иисус сказал, «Иоанн крестил водою, а вы совсем скоро? будете крещены Духом Святым». В Верхней Горнице собралось около ста двадцати учеников. В Деяниях, первой главе, четырнадцатом стихе, сказано, что все они единодушно пребывали в молитве и молении. Это означает, что они молились, славили и поклонялись Богу в единстве и днем и ночью. Это принцип восстановленной скинии Давида. Это принцип молитвенной башни. Через десять дней, в день Пятидесятницы, внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки, а звук был примерно такой. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святого. И начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. Они стали говорить на иных языках. Те, кто крещен Духом Святым или наполнен Духом Святым, принимают знамени, говорения на языках. После этого ученики Господа и Иисуса отправились выполнять великое поручение. Их сопровождали чудеса и знаки. Это событие было названо Первой Пятидесятницей. Первая Пятидесятница была Великим Днем. Уже через сто лет 70% населения известного в то время мира, то есть территорий Римской империи, стали христианами. Вопрос в том, а выполнено ли великое поручение. И ответ еще нет. Поэтому в 1905 году Дух Святой вновь был излит на Азуза-стрит. Это событие известно как Вторая Пятидесятница. Отличительная черта Второй Пятидесятницы акцент на говорении на языках и служении чудес и исцеления. Несмотря на то, что были щедро излиты все дары Духа, это было великое событие. По исследованию богословской семинарии Гордона Конвелла вера 78% нынешних христиан зародилась именно в начале 20 века, а это означает, что все началось с эры излияния Духа Святого на Азуза-стрит или Второй Пятидесятницы. Так вот вопрос, а выполнено ли уже великое поручение? Нет, ответ еще нет. И в наши дни происходит еще более мощное, чем на Азуза-стрит, излияние Духа Святого. И это называют уже Третьей Пятидесятницей. Как и в Первую Пятидесятницу, так и во Вторую Пятидесятницу продолжается говорение на иных языках и служение исцеления. Я уверен, что в эту, Третью Пятидесятницу, великое поручение Господа Иисуса будет выполнено, и тогда наш Господь Иисус вернется. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok